У нас же есть ещё коралловые полипы, которые создали коралловые рифы и острова, которые сейчас по размерам равны площади Европы. Представляете себе, коралловых островов сколько создали. Это тоже кишечно-плостные, только это острова, созданные из их скелетов. Вот у этих скелетов нет, у медуз, у полипов, да, вот гидроидных. Но у коралловых полипов есть скелеты наружные и звездковые. Из них даже делают украшения, из них делают строительный материал. Ну и вот острова целые. Когда они погибают, скелет остаётся, и поэтому из них острова формируются. Так вот, у коралловых полипов такая история будет. У них нету медуз в цикле вообще. Коралловый полип, вот он один, раковины я не буду рисовать наружнее. Они раздельно полы сами, то есть тоже сперматозоиды выделят. Кстати, вот обратите внимание, отличие с гидрой. Гидры были гермафродиты, да, вот я им такой значок могу показать. Это и мужской, и женский одновременно, то есть это гермафродитизм, а значок. А эти, конечно, будут либо самец, либо салка. Они раздельно полы коралловые полипы. Это отдельный класс. С сперматозоиды яйцеклетки соединяются, образуется зигота диплоидная. Она будет уже делиться и превращается в личинку плану, то есть у них личинка есть. Но личинка никаких она не даёт других организмов. И личинка постепенно превращается в полипа взрослого. Вот весь цикл, который у них идёт. То есть если вот так подумать, чем отличается от этих вот. Тут вот полипы — это бесполое поколение. То есть видите, у обелии здесь вообще они половых клеток не образуют никогда. Они вот просто пачкуются. А тут полипы могут образовать половые клетки, как гидра. Но от гидры тоже отличаются. Видите, у гидры есть гидра и те, и те, может у них гермафродитизм. А тут чисто самец и чисто половые клетки мужские образуют. А самка — женские. Они сливаются, но вот зигота и личинка планула. От гидры отличаются тем, что у гидры не было личинок. Видите, сразу изъясняется маленькая гидра. Я нарисовал. Видите, у гидры прямое развитие, поэтому это называется прямое развитие. А тут, если личинка, значит, непрямое развитие у коралловых полипов. Ну вот в этом небольшое отличие. Ну поэтому сразу... Ну в общем, больше из гидры даже сходно. Потому что единственное, что от гидры отличие от половой принадлежности и в том, что личинка есть. Ну и ещё сходство с гидрой в том, что коралловые полипы также отдельно у них идёт почкование. Соответственно, это без полного размножения. Да, то есть маленький полип образуется совершенно без полового процесса. Кстати, чаще всего у них это и бывает. Кстати, у них там, если одному попала пища, то она распределяется по всей колонии. Коралловые полипы тоже колониальные. Я здесь забыл нарисовать ещё сверху, но можно и сверху подрисовать. То есть у них колонии, как и у обелия. Поэтому они огромными бывают. Продолжение следует...